Продолжаем проходить FIFA 18 за менеджер, за Робин Гудов. Ну чё, двойня пропускаем и играем за сборную больше. Дальше продолжаем. Асток Сити у нас на втором месте стоит, а мы на первом до сих пор стоим. ТТХм чё, прииграл что ли? Да, походил, прииграл ТТХм. Чё у нас тут написано? Так, игрок у нас продан, наконец-то. Он продан за 1.250.000 фунтов, сразу после открытого трансфера он уйдёт. Мы добавляем 875.000 фунтов в текущий трансферный бюджет, как только он перейдёт в другой клуб. Окей, согласен с этим условиям. Ну чё, по составу, по составу я понял, чуть не особо хороший он. Так, ты у нас меняешься на него. Микки у нас выходят. Так, ты у нас левой. Дай поиграть ему. А правой ему... Всё. Ну давайте ещё защитника поменяем мы. Тебя, примерно. Всё. Вот таким составом будем играть против чехов, что ли, если не ошибаюсь я. Да-да-да. Начинается у нас матч за сборную. Без тренировки никуда. Особенно с 11-метровых. Я так понимаю, основной у нас нападающий будет Микки, вот этот. Милик. За сборную Польши, потому что Ливандовский уже не сможет. Ну чё, переходим к матчу. Слушаем лучший коммендатор нашей страны. Сегодня день, когда играют две топ-сборной. А значит, особенная дата для всех любителей футбола. Да, такие матчи – это всегда событие, всегда что-то выдающееся. Давайте вместе смотреть на этот, я надеюсь, интереснейший поединок. Слушаем лучший коммендатор. Слушаем лучший коммендатор. Слушаем лучший коммендатор. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа? И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. Состав гостевой команды. Тренер избрал весьма любопытную схему. Главное, чтобы единственный опорный полузащитник не проиграл весь центр поля. Ну что, начинаем матч. Первый сесток в даун. Время пошло. Ну да, мы первый товарищеский матч, который в этой неделе, можно сказать, еще там, я не знаю, период за спорную. Преиграли с 4-20 счетом. Надо решать! Спорный. Братарь, спасай свой мяч в его руках. Мы уже первый удар опасный сли. Братарь справляется с ситуацией. В данный момент. Ну какой нафиг свисток, а? Свисток здесь нашлись. Свистуны, блин. Называется. Ой, е-мое. Еще с мячом долго будут заниматься. Ну что, давай. Выбивай мяч. Спасибо за мяч. Вижу, блядь, но не успел опоздать. Не успел. Момент был хороший. Ну какой, блядь, пас-то, а? Блядь, какой бы опасный момент был. В общем, был опасный момент. Опасен не бывает в жизни вообще. Ну что, выбиваем. Ну, я думаю, пас уже дать здесь. Спокойненький пас. Состав чуть-чуть я поменял капельку. Пускай другие игроки сыграют. И теперь в разарей тоже будем менять. В следующей сборной будет играть другой вратарь. Счастье у нас в запасе посидит пока чуть. Это может быть опасная атака. Ну как-то и несправедливо. Спорных призывает, а не играет вообще. Ну, угловой хотя бы. Фиксируем угловой. Выдержит ли? А вот и повтор опасного момента. Да-да, мы все поняли. Замечательно. Давайте убивать мяч. В центре штрафной подан мяч. Опа, на удар вратарь справляется. Нормальный пас. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Давай, фланг. Ну, че ты, блядь, не забеешь? Сбегаешь. И тут такой момент. Ну, тут, блядь, слишком, блядь, не то, что ненавес был. И при этом уратар воспевательный. Ситуация. Ну ладно. Блин, ну, нифига себе тут. Вот это опасно. Хорошо увидел парню. Вратарь избивает. Забирает мяч в галки. Ну, куда ты такой пас даешь-то, а? Издевательство просто. Это может быть опасно. Чемпионат Европы мы сто процентов попадаем. Я уже говорил еще раз. Барен, пас, пиковой. Ну ладно, это как мы попадаем. Сто процентов чемпионата Европы. Я вспомнил больше. Будем сражаться за титул. Может получиться интересная атака. Удар. Удар хороший был. Мой ворот. Мой ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Хороший удар был, да. Хорошая была возможность выйти вперед. Не спор, я согласен. Вот тренер на пробке тоже так, наверное, думает. С тренером. Может, тренер это я и есть? Ну ладно, фиг с ними. Ничего страшного. Ну что, давайте. Спасибо за мяч, скажем мы. Так, пяточки пас. Конечно, по-у-у-у. Глубокая и насыщенная линия обороны. Такую сложно будет пройти. Блестящий от сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прекрасный пас. Да, блин, ну что так замазил какие-то все, блин, а у меня. Ты же можешь сбить нормально, сбивать даже. А шанс, кстати говоря, был неплохой. А никак не это не получается. Обидно. Очень обидно. Тут может что-то получиться. Хороший пас, но при этом мы по-любому перехватим его. Мяч шкафной не может его вынести. Ну давайте, ну что творите-то? Мяч. На угловой уходит мяч. Надо получать право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Даже без понятия, получим не забить. Давайте посмотрим, что из этого они придумают. Хороший навес. Мяч наш. Замечательно. Просто вратарь справлять с этой ситуацией. Сколько я здесь сейчас не лет-то, бред? Опять, как всегда, я все спрашиваю себе вот такие вопросы. Может, не, приобретать его не будет, как вратаря. У меня растет новый вратарь. И вот мяч уже в распоряжении. Чуть-чуть торопился игрок и попал в овсад. Овсад, овсад. Замечательно. Понятно все это. Даже думать об этом нечего. Даже говорить об этом тоже нечего. Посмотрим за этой атакой. Блять, перекладина нахуй. Да е-мое, какой-то поворот был, а. Какой надо бить гол, делать гол. А вот это автор опасного момента. Вообще в рост-то, а. Такой моментище был. Ну ладно, у нас угловой. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче, вынос. Да, блять, слабый, слабый удар. Слабый был удар. Тут не кинул. Блять, не травма. Только не травма, а. И на 7 месяцев тоже не надо у меня такого счастья. Вообще, если на 7 месяцев у меня сидя, блять, какой-то игрок. Я просто не знаю, чемпионат Европы когда будет. Вообще-то в этом летом должно быть идей, да? Да-а-а, супер! Успеваем блять травму. И снова точно, он сегодня просто великолепен в игре в пас. Фиговый, травма у нас. Это может быть опасная атака. Очень плохо и ужасно. Конечно же, это сборная, тут можно поменять игрока. Но такого, чуть за сборную так играл хорошо, как примерно нету игроки. Это трудно. Все, свисток первый тайм, а это значит, что позади первая половина товарищеского матча этих сборных. Ладно, что у нас дальше? Так, давайте перейдем к составу. Вижу, что у нас травм получил. Только вышел на поле, получил травму. Меняешься ты у нас сразу же во время промежутка между матчами. Ну что, свисток начинает у нас. Первый удар, вторым таймом. По сути, это выйдет у нас в данный момент. Хороший пас. Да блять, это что за удар был, а? Вот это удар был вообще, просто суперский удар. Да я хотел уже знать, какую я группу попадаю. Чемпионат мира, хочу сказать. Чемпионат мира, ребята, не попали. Чемпионат Европы. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасно. А вот это момент, и мы должны забивать гол. И мы это делаем. Гол, да, да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Легко и непринужденно. Игроки как будто не встречают сопротивление со стороны соперника. Удар в пяточке, пас в пяточке был. Захидники просто не успевают закрывать свои позиции. Замечательно. Мы сбиваем первый гол в этом матче. 1-0. Сейчас будет веселее. Вот это хороший пупас. Нифига себе удары уже 8. Это может быть опасно. Да, Англия нас бросает. Отлично отбор, но мяч-то кому-то останется. Ай, блядь, никак не получается-то. Ай-яй-яй. Милик. Ну куда ты там такой пас даешь, а? Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной. И им это удалось. Милик. И он опять второй дубль делает, а? Вот это молочи, ну просто. Вот теперь Кай несложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Ну что, время подумать о хит-трике? Ну я говорю об этом. Лучше, чем на всех нападающих, которые у нас. Это на ЦАП, который имеет 75, что ли, общего. Еще один повтор, только с другой камерой. Чет 2-0 укрепила команда свое преимущество. Конечно. Владимир Данин. Ой, спасибо за мяч. Блядь, ну это было не нарушение. Из этой атаки хороший пас на код. Да, блядь. Ну как так? Ну не повезло-то, а? Хотя бы 3-0 был бы. Вообще был супер. Блядь, такой момент был. Хорошая игра на перехвате. А, перехватывает баба. А, выходим чуть-чуть в защиту уже. У меня достаточно уже 2-0. Неплохой был пас, но соперников передачи пошли. Значит, будет возможность забить. Мы еще забьем, конечно. Блядь, ну пас-то куда-то. Блин, надо давать-то такой пас. Ну ладно, мы снова здесь. Мы снова с мячом. Это все замечательно. Хороший пас, но увы, это офсайд будет. Я говорю, это будет офсайд. Ой, право-налево меняется. Там я вижу. Хотят поменять, но... А, у нас кроме просто нет никого, да? А ты у нас слишком хорошо устал. Ну ладно, значит, я заменяю полноценно. И меняем тебя и тебя. Ты у нас уже устал полноценно. Замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Ну посмотрим, какой чемпионат Европы. Он сегодня на поле выложился по полной. Очень хорошо играл. И теперь отправляется на замену. Мы посмотрим, что здесь это будет. 20 минут до конца основного времени матча. Крыхове. Тут может что-то получиться. Ну куда ты там пас даешь такой, а? Блядь, огни отнял ты. Нифига. Это просто замечательно. Может получиться интересная атака. Мужчина, даём пас, но тут слишком близко, бля, вратарю, и тем более, блядь, игрок справляется с этим ударом не успевает наш игрок. Мы должны перекрыть спокойно, перекрываем им воздух. Да, блядь, всё-таки, блядь, как хищник какой-то, блядь, до конца, прям, до конца борется, блядь, захватил всё, что надо было. А другого игрока, другому игроку перебегает. Ну куда ты такой, блядь, пас даёшь-то, а? Ууу, какого опасного. Вратарю перевести мяч через перекладину. Игра остановлена, будет угловой. Так, у нас угловой против наших ворот, как раз. Давайте посмотрим, что из этого придумают наши соперники. Бля, хороший момент, блядь, нихуя, шестник как вытаскивает этот удар, а? Вот это он вытащил. Вот это он вытащил, момент какой, а? Будет ли проявить себя новой игрок. У нас ещё заметно идут. Ну это товарищеский матч, тут можно все запасные поменять, абсолютно. Ну что, если вообще молочи, ну такой мяч вытащил. Ицентр штрафной мяч летит от углового флага. Айпаду-то наебал. Да, им как наебал? Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. И ещё один форвард появляется на поле, вполне ожидаемое замена, потому что надо забивать, проигрывает пока команда. Что-то я не понимаю, что тут случилось вообще. Тут выбор уже нет, или пан, или пропал. Он вообще молочи, ну просто хорошо стоял, блядь, какой там момент он вытащил, просто вытащил. В принципе, есть такой хороший очень режим, называется тренировка. Вот мне кажется, он более подходит для... Какой удар? Ай, удар вообще нелепый, блядь, как будто соскочилось с ноги. Будет удар, от ворот. Уже в 90 минуты идёт, сейчас добавит дополнительное время у нас. Посмотрим, что из этого будет. И сколько у нас дополнительное время дадут. Уже должно как минимум 3 минуты дать. Слишком много у нас менялось, да, я говорю, как минимум 3 минуты дать. Это может быть опасно. Хороший пас был. Прям точный, ё-моё, а. Есть пространство, есть варианты. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ну, удар. Ну, тут думать даже нечего. Хороший пас, вообще-то мог и он тоже забить, но я 100% хотел уникнуть. Если круг рядом есть, давайте лучше пасом дать. И это у нас забивает Иван Довский. Надеюсь, он куда-то перешёл, и он всё-таки еще по аварии находил. Не знаю, тоже всё. И вот оно исполнение, причём исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороны стопы, очень технично и качественно. Фабористы и галкинер просто уже не мог помочь своей команде. Ему 33, если не ошибаюсь, и 34, и 33 года. Конечно, всё нормально, 3-0. Счёт на табло говорит сам за себя. Сегодня на поле была по пути всего одна команда. Ну, всё, всё, столько. Уупреждаем эту матчу за счётом 3-0. Наказали, что мы играть умеем. За сборную. Да, они сегодня хорошо размялись на соперники и не оставили ему никаких шансов. Ну, это мы видели. Это тоже мы видели. Давайте посмотрим сведения нашего матча. Удары 12-5. 7-10 створ, у них 3. Владимир мячом 57, процентов 3. Отбор мяча 77. Нарушение 1-0. Тут ничего нет. Рама 1-2. А в сайту 1-2. Главы 2-3. Тольщисть удара 58, процентов 60. И 88% точности пассов, у них 76. Вот такой у нас расклад. Ну, это все остальные сборные, которые сыграли. Так, что у нас? А у нас, если мы возвращаемся с чемпионата Англии. Давайте посмотрим, что тут написано. Трама на 5 дней. Не слишком страшно, скажу правду. Так, что у нас по поводу офиса? У нас 77 миллионов плюс. Чего у нас такая прибыль-то огромная по все время? Мы за футболок берем дофига денег, да? Вообще просто колоссально у нас эти... Ну, зооплата игроков у нас до сих пор растет. Каждый раз. Каждый год. Каждый сезон. Ну, ладно. Так, 3 дня пропускаем. У нас следующий АЦ Милан будет. Лига чемпионов. Так, у нас есть свежаки, можно сказать, да? Можно даже этот же состав оставить. Давайте посмотрим на состав. Ну, я бы выпустил тебя бы. В данный момент пускай отыграется у нас один матч. И ты у нас выходишь на поле. Так, ты у нас отдохнешь. Где-то у нас выходят на поле. Вот такой состав у нас будет играть против... Кого там мы играем? Сток Сити, да? А, бред, у нас этот как? Команда на втором месте стоит. На втором месте команда стоит. Давайте поменяем все-таки состав по поводу... Поле мощнее. Так, у нас ЦПшник кто-нибудь есть? Да, вот он, тот ЦПшник. И тот ЦПшник готов уже. Это замечательно. Блин, ну не того поменял, а. Так, тебе. Так, тебе на замену идешь ты у нас. Значит, ты у нас на замену не идешь. Воротарь у нас тоже меняется. С утра, значит, мне тоже меняется. Ты у нас остаешься. Не ты у нас меняешься. Вот так. Вот такой состав у нас будет играть против Сток Сити. Который занимает в данном моменте у нас второе место. Английской первой лиги. А мы первые. У нас разница очков одна. У нас Медесбро тут тоже одна. Но у них 8 матчей сыграны. Ну ладно, переходим к матчу. Мы играем в гостях. Ну, увидимся уже в конце лучших моментов матча. Ну, лучших моментов этого матча. Ладно, давайте. Ну что, мы снова здесь. Давайте посмотрим лучшие моменты матча против Сток Сити. Ну что, на третью минуту сейф отыкнил вратаря. Который спасает ситуацию. Ну, тут фиг узнает. Ну, а что-то, может, да. Шел в створ ворот. Так, дальше у нас потом на четвертой минуте опять была опасность. Ну, это с углового, как обычно все делают вратарей большинство. Так, потом на 58 минуте отбивает мяч. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар великолепная реакция голкипера. И вон такой, бля, прыжок, бля. Как этот, крота какой-то. Так. А почему тут 51 минута, а там 58 минута? Главное, какая разница 51 минута. Это один из метро, который мы на нас назначили. И он просто попал в штангу. Ну, я так и думал, что в эту сторону. Но мне повезет, что он просто в штангу. И в 63-й минуте мы забиваем гол. Нужно забивать. Единственный гол во всем матче. Мы отрываемся на 3 очка больше. От второго места от Сток Сити. Я там не знаю, что там. Может, мы еще выигрываем, что там, кто-то не выигрываем. Не знаю. Хотя увидим это все. И больше ничего особо интересного не было. Давайте посмотрим сведения по ударам. Удар у нас 6-9. Створ 5-5. Владимир Мичун 47-53%. Отбор Мича 4-4. Нарушен 1-1. Желтый 1-0. Драма 2-1. Абсайтов 0-0. Угловые 0-2. Тошин с ударом 83-55%. И тошин с пасов 87-88. Вот такая у нас история. Мы в гостях привозим 3 очка себе домой. А тут ничего, и сыграли. Матч из Юнадет, Матч из Сити. Я Ньюкассу Юнадет выиграл 3-1. Молодцы, Ньюкассу Рим. Так, это у нас теперь уже Лига Чемпионов. Мы ставим на втором месте, если не ошибаюсь. Так, переходим к тренировочкам нашим молодым игрокам. Вот у нас левый еще растет. Так, полузащита. Теперь давай подкачаем чуть фиг с ним. Защитники. Правый. Не ворторя. Давай, вратуха. Пора уж тебе уже быть 70 почти. Ну что, расчеты итогов. Смотрим, как они нас оттренируются. Так, вратарь... Ну, подальше у нас получает повышение 4. Вратарь у нас тоже получает повышение 9 очков. Остальные больше-то особо не растут. Так, новости потом почитаем. Да, у нас 4 очка. А Милан у нас 6 очков. Мы отстаем на 2 очка. Все же. Ну, а на этой ноте мы, я думаю, остановимся. Увидимся в следующей серии. Все, удачи вам. И пока.